Коррупция – это проблема всего народа нашей страны, с которой пытаются бороться и проводят множество превентивных мер. Она имеет много лиц и последователей, что движет людьми, когда они совершают коррупционные преступления. Есть ли шанс реабилитироваться после подпорченной репутации? Об этом в следующем сюжете. Серик Исмаилов много лет был военнослужащим. Прошёл свой путь от командира взвода до первого заместителя командующего начальника штаба войск противовоздушной обороны. Но в 2018 году одним поступком он перечеркнул свою карьеру и жизнь. Сейчас он отбывает свой срок в учреждении средней безопасности. Я на сегодняшний день нахожусь здесь в средней безопасности. Я это ощутил и признал вину. И на сегодняшний день встал на правильный путь исправления. И для меня это уже как сказать, что этого не будет никогда не допущено, хоть даже если не попаду на госслужбу. Посоветовать хотел бы, чтобы всё сделали, выполняли в законном порядке. Почему? Потому что вас видят, вас слышат и за вами наблюдают. Как человек военный, Серик Исмаилов привык к физическому труду и может вынести любые испытания, кроме разлуки с родными. Ещё один герой сюжета осужден по статье 366, части 3, получение взятки должностным лицом сроком на 5 лет. Карьера длиной в 22 года тоже закончилась в одночасье. Ошибки признаны. Однако вернуться в то событие невозможно. Причины нет, наверное, это, ещё раз повторюсь, комплекс, который подтолкнул на такие неправильные, скажем так, некорректные или антизаконные, незаконные действия. На сегодняшний день, с момента как задержания, с проведения следственных действий, так и судебных заседаний, в тот момент уже пришло осознание, что я совершил нечто непоправимое. Эти люди осознают, что своими поступками они потеряли свой статус и, главное, веру в глазах своих родных. И все они как один желают людям жить по совести, потому что никакие деньги не стоят таких потерь. Себин Рахимбай, Иртез Ахпарат.